Так, так что, 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 Софи 1829 рублей Последний шанс что-то взять Все, ребят, смотрите, 32 секунды Денис, сколько? Кодовое слово для подарочков, чтобы вы пришли сюда и их забрали Привет, я Энни Мэджик, со мной одна из моих собак четырех Софи Шан, остальные трое ждут нас дома, и Киса Алиса в том числе А все потому, что сегодня мы продолжаем по вашей просьбе челлендж Что купит собака сама себе в зоомагазине Или, как бы он по-ютубовски назывался, покупаю собаке все, к чему она прикоснется Те, кто смотрит наш канал, видели наверняка ролик с моей собакой Юми Всем он очень понравился, все набрали кучу лайков за то, чтобы я повторила этот челлендж с другим своим питомцем И вот сегодня мы снимаем продолжение по вашей просьбе Мы приехали в Москву В прошлый раз мы были в Питере, в зоомагазине Пэтшоп Мы сегодня тоже в наш зоомагазин Пэтшоп, любимая, отправились Только уже в Москве Кстати, для вас снова здесь будет сюрприз, маленький квест Я на машине, поэтому даже без куртки Класс, лето, круглый год, особенно с этой зимой, которая была сейчас Ваш магазин Пэтшоп Ваш магазин Режим работы с 9 до 10, так что у нас куча времени Погнали, здесь уже вход начинается И здесь стеклянные такие большие витрины В них Софишка не сможет ничего выбирать, потому что они закрыты, так что мы проходим и туда дальше В сам магазин, но я тут увидела, хотела вам показать, смотрите Виски, вино, всякое пиво Вот там вот еще какие-то бутылочки Это игрушки собачьи, такие Для больших собак, приколка в виде бутылок Такие смешные А еще вот эти вот червячки тоже очень смешные Я так думаю, что это типа палочки Я не знаю что, но они очень прикольные Жалко, что Софиша не сможет к ним прикоснуться А еще вот мисочка, прям как у нас В общем, выбор здесь тоже большой Вот в этой части магазина Тут всякие шампуни, пеленки Какие-то штуки для хомячков, попугайчиков И здесь уже сам магазин основной Здесь вот мы Софишку и будем выпускать Сейчас, пока я ее не выпускаю, как и с Юмичу Чтобы все было честно Начнем наш челлендж и проверим Сколько теперь в этот раз другая моя собака потратит денег 25 509 рублей 25 509 рублей Я сейчас Софишу здесь оставляю Говорю ей ждать, Софиш Она такая, да я и так жду И мы пробежимся с вами по магазину Чтобы я могла представить, что здесь как находится Магазин довольно большой Тут целый большой отдел со всякими кормами Еще сюда заходишь Тут тоже продолжение Тут всякие лежанки В общем, очень много всего Целых два ряда И еще вот здесь вот всякие штучки И вот тут вот получается ряд Очень много всего Начиная от лакомств и вкусняшек Заканчивая одежками, лежанками и кормами И всякими штуками для кошек Выполнила команду ждать Софиш, ну че, ты готова? Ты готова к челленджу? Пока мы не начали Есть такой момент Те, кто смотрят канал давно, знают эту штуку У Софи именно Она погуляла Она сделала все свои дела Все окей Но каждый раз, когда мы приходим куда-нибудь Особенно если это зоомагазин Она почему-то решает Сесть и Покакать По середине зоомагазина Я надеюсь Сейчас, в этот раз Мы так не опозоримся Да, Софи? Ты же меня не опозоришь? Мать свою Раз, два, три Вперед! Вот Софи пошла такая сразу Нет, она ничего не задела Софиш, смотри Ты можешь ко всему прикоснуться К чему ты прикоснешься Все мы тебе купим Так Выбор Выбор Пока, пока Так, что? Что? Вот это? Вот это? Она дотронулась до вот этой штуки Что это такое? Своим носом Что это такое? Интересно Тебе это интересно, да? Ааа Это лопомойка Помните? Я в одном из обзоров Даже такую лопомойку показывала 1513 рублей Кстати, до того, как челлендж набрал обороты И Софиша уже погнала Пока она тут, рядом со мной В эту минуту Ребят, ставьте лайк на этот ролик Если вы хотите продолжение с кем-нибудь из других моих питомцев Напишите в комментариях с кем Чтобы не завершить ошибку, как в прошлый раз Когда я поздно поняла, что надо делать Я возьму все-таки с самого начала сразу корзинку И буду уже складывать туда покупки Которые будет делать Софи Софи, где она? Окей Софи выбрала лопомойку Я уже кладу ее в корзину И мы двигаемся дальше Я не буду больше тебя прерывать Обещаю Все Погнали Что? Что ты тут пишешь? Я видела, что Софи только что потрогала вот эту штуку Переноска металлическая Зачем она тебе, Софи? Ладно, крупные предметы мы потом говорим ребятам, чтобы они их собрали А еще попала в кадр или нет, я не знаю Надеюсь, что попала Она задела вот такую вот серо-розовую жилет-шлейку За 1793 рубля У меня уже подозрение, что Софина берет на больше, чем Юми в прошлый раз Да? Мы пойдем куда-нибудь с тобой? Это твой выбор? Окей, хорошо, хорошо Готовьтесь Что там? Что она задела? Она задела какой-то ценник Я видела, да блин, это какой-то прикол Это прикол реально Вы помните ролик, обзор, в котором мы обозревали даже эту сумку И Софи теперь задела эту сумку Окей, берем Пока что ничего не берет из еды Проходит мимо мисок Она все время... Софиша, в отличие от Юмичу Юмичу так свободным ходом ходила Софи все время проверяет мою реакцию Она с одной стороны вроде как окей, я буду ходить выбирать А с другой стороны... Аааа, она задела, я видела Задела как терез Как терез Очень нам нужная вещь Ну, всем нужная на самом деле Но, Софи, зачем тебе это? Ладно То есть она все время проверяет Она такая задевает что-то Она такая смотрит на меня Пуходерка для собак Что? 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 Ловим Здесь пока вроде как ничего не потрогала Слежу за Софишей взглядом Все нормально, все под контролем Ребята, пока я хочу вам задать вопрос Напишите в комментариях свой тип Вот какой вы человек в плане покупок Шопоголик или наоборот То есть человек, у которого реально спавляется Снимается стресс, когда он делает покупки Или наоборот Человек, который ненавидит ходить по магазинам Подруга или друг или родственник Таскает по магазинам А вы такие ходите за ним И уже единственное, смотрите на время, чтобы убежать Потому что я, например Зависит от настроения у меня Я в один день могу просто купить все, что захочу А в другие дни просто тупняк Я ничего не могу найти из того, что мне нравится Сейчас там не совсем было видно в кадре Софиша подошла вот к этой вот миске Многоэтажной такой Она понюхала ее, но не прикоснулась То есть вот она как бы не задела ее Соответственно мы не тратим 2722 рубля сейчас Возьми вот эту штуку А еще самый прикол в этом челлендже всем В том, что ты что-то не хотел взять Ты планировал что-то другое Но собак, чьи мнения от тебя не зависит И, соответственно, она берет то Что я, например, вообще бы ни за что не собиралась Брать Проходит мимо кормов, но к ним не прикасается То есть идет мимо них Юми прям, она вообще мимо кормов проходила Она даже не обращала на них внимания Она шла вот так вот прямиком А Софи все-таки так обращает внимание Но не навязчиво, опять же И мы это не считаем, да? Так Так что? 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 Софи! Когда мы были в магазине Юми ходила Я молилась, чтобы она не залезла в кошачий дом Но она его задела А сейчас А сейчас Софи Прямо на наших глазах Она просто залезла туда Соответственно, это уже даже не прикосновение Это 100% засчитывается Что она Взяла этот кошачий домик Так, сейчас мы посмотрим, сколько он стоит Ах, ну фу У меня от сердца отлегло прямо сейчас Потому что в прошлый раз это было очень дорого Этот не такой большой 2348 рублей 7,7 килограмм Домик-когтеточка Просто если каждый раз я буду снимать подобный челлендж С собаками Они почему-то набирают дома для кислористов У нас просто будет целая комната, заставленная ими Наша корзинка пополняется Продолжает пополняться И мы отпускаем Софи в свободное плавание Дальше Софи! Софи, что происходит? Почему Софи прямо залазит в эти дома И ложится в них лежать? Я не понимаю Софи, почему ты это делаешь? Зачем? Зачем ты тратишь мамины деньги? 1718 рублей Причем, обратите внимание Софи выбирает одну и ту же фирму Она до этого выбрала домик-когтеточку этой фирмы И сейчас под такую лежанку этой фирмы Не какую-то другую А вот именно эту Но у меня вот реально надежда Что она не потратит столько, сколько Юмичу Потому что у Софи какой-то более осознанный выбор Если Юми ходила и просто вот тыкалась во все подряд То Софи такая ходит и реально как будто выбирает Эх, пойдем дальше Софи, она очень ориентированная на хозяина собака И она целе хочет огнетушитель Помните, Юми тоже потрогала огнетушитель в прошлом ролике И Софи сейчас к нему подходит все время Уже не первый раз Она все равно обращает внимание на меня постоянно Ей нужно как бы подтверждение какое-то В отличие от Юми, которая такая Ааа, я пошла и побежала выбирать Хотя в данном случае для меня наоборот это выгодно Потому что чем более скромный выбор у моей собаки Тем меньше шансов, что я потрачу много денег В отличие от предыдущего челленджа Софи задела вот эту вот Прямо, причем конкретно так понюхала Вот такой вот комбинезончик для собак 1829 рублей Причем, по-моему, Софи очень даже угадала с размером Это ее размерчик, мне кажется Итак, Софиша приближается к игрушкам И сейчас наступит критичный момент Выберет она что-нибудь из них или нет? Не, не осьминога, вот эту игрушку она задела Что делает эта собака? Она все время куда-нибудь хочет залезть Это вот Софишкина прям манера Залезть в корзинку, например, ну нормально Только что у нас возник конфликтный момент Вопрос, спор с оператором По поводу того, что задела из игрушек Софи Потому что я стояла с этой стороны И в моем ракурсе была вот эта вот игрушка Оттуда же было видно, что это был вот этот осьминог Потому что она задела вот этот вот С другой стороны было видно, что это был этот ботинок В любом случае, я думаю, что нужно просто взять Все вот эти три игрушки, которые она взяла Задела Сейчас Софи никуда не отправляется Поэтому я спокойно могу их вам показать Такой ботинок, вот такой осьминог Вы даже наверняка его помните И конг игрушечка Такая маленькая, как раз для маленьких собачек Игрушка, в которую вы туда вкусняшка запихиваете И собака долго и нудно ее грызет Вообще неубиваемая штука Хороший выбор Возраст, мудрость, опыт с годами Софиш, выходи Софиш, почему ты не взяла вот эту вот классную игрушку? Мне она так нравится Или вот такая вот акула Но это, конечно, для больших собак Но Нерв делает очень классные игрушки Вот эта вот акула прям прикольная Мне нравится А, прикольная какая игруха для собак Смотрите, как будто это бомбочка Неудобства все-таки маленькой собаки Ну и любой собаки Даже если вот такой вот док со мной здесь ходил Это то, что собака не может заглянуть наверх И к чему-то прикоснуться наверху То есть, когда этот с людьми челлендж снимается Человеку завязывают глаза И он может махать руками куда угодно Соответственно Кстати, я сейчас подумала Может нам сделать такой челлендж со мной С закрытыми глазами в зоомагазине Пройти, задеть что-то Как есть такой челлендж Покупаю все, к чему прикоснется Ну вот с собакой так не получается То есть, даже если мы с кисалисой продолжим снимать этот челлендж Так не получится Потому что единственная возможность Что кошка залезет наверх и сможет пройтись поверху Собака же этого сделать не может Поэтому какие-то вещи Ну просто тупо мы не можем предоставить Купить собаки Запускаю последние 30 секунд Запустила последние 30 секунд И Софи сказала Окей, я беру еще вот эту лежанку Маленькая и недорогая Софи же такие штучки любит Окей, все, погнали Последние 30 секунд Софи начала с новой покупки У тебя есть последние 30 секунд Последние 30 секунд, давай Что ты еще берешь? Время идет, Софи, давай Последний шанс что-то взять Софи же давай, последние секунды Давай Что еще ты хочешь? Что там такое? Что там такое? Все, ребят, смотрите 32 секунды и сейчас Софи Сколько ты задела? Вот эту пачку ты задела? Вот эту? Две упаковки Я их тоже беру И мы, ребят, просим Собрать нам все товары, которые мы Выбрали Точнее не мы, а Софи И будем считать Уже страшно представить на самом деле Представляете, для какой собаки Этот размер Ой, простите Посмотрите Вот бы такую собачку завести, да? Пока нам ребята там собирают товары и считают Смотрите, я увидела тут такую очень прикольную шлейку Софише, к сожалению, не дотянулось бы Я, честно, еще таких не видела в продаже Мне очень заинтересовало Она и разглядела Очень прикольная шлейка Смотрите, как это выглядит Подожди, где голова? А как ее надевать? Кладете вот так Передние лапы А, вот как Получается, мы просто вставляем Передние лапы Здесь вот она застегивается Вообще классно А размер регулируется? Прям чуть-чуть А, вот так вот, все Супер И вот сюда получается поводок Смотрите, какая классная реально шлейка Очень необычная Тем, что у нее форма немножко другая, нестандартная И тем, что она такая мягенькая очень Мне понравилось Мне кажется, нам что-то такое надо купить Переносочка модерна пластиковая Больше, мне кажется, для кисалисы Хотя, кстати Софи взяла ее розового цвета своего Который, как бы, ей принадлежит на канале И я думаю, что она и как раз Вот чисто для одной собачки Софи знает, что выбирать Как вас зовут? Денис Денис Сейчас Денис нам скажет Сумму, на которую Софи Которую Софи потратила сегодня Сумму покупок, которые она сделала И меня больше всего интересует Перегонит ли она Юмичу Будет ли больше Или же нет Какие ваши ставки, тоже пишите в комментариях У вас есть несколько секунд Денис, сколько? 17 тысяч 50 рублей 17 тысяч 50 рублей Но 8 тысяч рублей Юми перегнала Софи У нее было 25 Софиша поскромнее И, ребят, по традиции Как и в прошлый раз Мы делаем вот что Скажите, пожалуйста Какой у вас адрес магазина точный? Таганская 31 Дрек 22 А какое ближайшее метро? Марксийское Для вас, как и в прошлый раз Оставляю такой небольшой квест Оставляем мы с Софишей подарки И вы приезжайте сюда Кто самый первый сюда приедет Тот эти подарки для своих питомцев От нас и заберет Погнали оплачивать 73 бонуси Это 73 рубля Можно за счет покупки Давайте списываем И там еще будет Кроме трех подарочков Из тех, что мы купили Какие-то из них я оставила И еще один секретный Кое-какая прикольная штука А когда придете Обязательно нажмите Вот на такой вы смайлик Хорошо Софи, походу, у нас Не такой шапоголик, как Юмичу Вообще не шапоголик Потратила она гораздо меньше Но все равно сумма внушительная Но зато на эту сумму Куплено довольно много Мы погнали Кодовое слово Для подарочков Чтобы вы пришли сюда И забрали Мэджик Мы увидимся с вами В новых роликах Очень скоро Переходите по ссылочкам На новые видео На других каналах Пока